23 февраля это один из дней воинской славы России, поэтому неудивительно, что в нашей стране его всегда отмечают с размахом. Это день тех, кто когда-либо служил, кто защищал нашу родину, кто своей отвагой завоевал для нашей державы статус сильного и независимого государства. Не зря праздник зовется День защитника Отечества, ведь поистине его достойны отмечать люди, причастные к вооруженным силам. Но в последние годы ходит распространенное мнение, что 23 февраля праздник всех без исключения мужчин, служили они или нет. Всем без исключения хотелось бы пожелать, конечно, в первую очередь это здоровье, большого, доброго здоровья, мирного неба над головой, благополучия в их семьях, самые-самые лучшие, теплые пожелания. Праздничный концерт, который прошел в Доме культуры Буревестник, состоял из двух частей. Вначале воспитанники Молоковской школы сыграли сценку, в которой рассказали об образовании рабочей крестьянской армии и о Великой Отечественной войне. Затем вспомнили солдат, исполнявших интернациональный долг в Афганистане, а завершилось выступление стихами, восхваляющими российскую армию. После такого трогательного открытия глава сельского поселения Эдуарда Радушкин поздравил живущих в Молокова ветеранов с праздником и вручил памятные медали 70-летия Великой Победы. Награждается Шарикова Екатерина Алексеевна. Этим ветеранам не занимать вкусок жизни и оптимизма. Посмотрев на них, понимаешь, все наши повседневные невзгоды – ничто по сравнению с тем, что пришлось пережить им. А они все равно не падают духом и с благодарностью встречают каждый новый день. «Быть надо выдержанным, спокойным и, как говорится, веселым». «Любовь, и она должна быть везде. Вот если это будет любовь, и память будет о войне, о всех наших жизненных невзгодах, о наших победах, и все будет хорошо». Мероприятие продолжилось выступлением ансамбля «Песни и пляски» стратегических войск Российской Федерации, которое не оставило равнодушным ни одного зрителя в зале. «Быть надо, моя партия, жив наше родное, песню приедет!» Юлия Погасьян и Адами Ирина Кошлева. Видно этого.